Уже в конце 30-х годов понимание Рембрандта драматизма и способов его выражения заметны сильные перемены. О тех тяжелых чувственных образах, которые Рембрандт в силу стихийности своей природы вынашивал в себе на протяжении всего творчества, красноречиво свидетельствует афорт «Адам и Ева». Этот библейский сюжет использовался многими и многими художниками. Почти все они ярко расписывали прелести райского сада, а Адама и Еву представляли в облике прекрасно сложенных, идеальных людей. На совместно созданной картине Рубенса и Яна Брегеля «Адам и Ева в раю» художники изобразили могучие и густые деревья, гирлянды цветов, диковинных животных, птиц в многоцветном оперении. На переднем плане обнаженные Адам и Ева, чьи тела идеальных пропорций приняли театрально изысканные позы. Почтительно смотрели друг на друга, как галантные, благовоспитанные люди. Иное у Рембрандта. С необычайной силой он показал во форте ту первобытную животность, присущую звероподобным прародителям человеческого рода, давая почувствовать причастность к ней для каждого из их потомков. Для прогрессивно мыслящей голландской интеллигенции происхождение человека от низших существ, вопреки библейскому мифу, было уже несомненно. Среди океана тропической растительности и обилия льющегося из глубины солнечного света, в нескольких шагах от нас в тени, от расположенного слева дерева стоит, сдвинув пятки и раздвинув пальцы ног, грубая, здоровенная, обнаженная Ева, с длинными и расчесанными черными волосами, похожая, несмотря на правильность форм, на какой-то раздутый кожаный мешок. Нелепо приподнимая полные руки, в которых она держит, пресловутое яблоко с древа познания, с опаской втянув мужеподобную голову в плечи, Ева не говорит, а скорее мучить что-то, из-под лобья поглядывая на своего голого собрата, спустившегося к ней с обрыва, слева от нас, и с каким-то дурацким видом протягивающего к яблоку левую руку. Уже сойдя, он почему-то задержал согнутую в колене правую ногу на последней ступени, и винтообразное движение его туловища полностью выявило его угловатые, костлявые формы. Чтобы сделать сцену еще убедительнее и в то же время фантастичнее, Рембрандт отдает правую треть афорта обрисовке могучего ствола, срезанного краем изображения. По этому гигантскому древу познанию, ходящему ввысь за пределы листа, карабкается вверх, обивая его своим туловищем, отвратительное, фыркающее, присмыкающееся. Крылатый дракон с бородатой мордой, свисающей над Евой. Он как бы благословляет Еву взмахом перепончатого крыла. Может быть, это и есть библейский дьявол, но в нашем сознании возникает образ ископаемой рептилии. Под ногами обезьян-людей и по их фигурам стелятся сложные светотеневые переходы от дерева, лепящие пластику тяжелого чувственного тела Евы и худощавые желестые и сильные формы фигуры Адама. Между фигурами и вокруг них ярко светящийся воздух, слепящие глаза, растворяющие контуры яркого проема справа, между Евой и древом познания. И в далекой долине на уровне колен женщины виден ярко освещенный слон, гуляющий по опушке первобытного леса. Субтитры создавал DimaTorzok